Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Облила бензином и подожгла вещи спящего хозяина дома, жительницы Нагорского района. В результате пожара 37-летний мужчина погиб. Подробности о этого и других происшествий в нашей рубрике «Сводка». 25 января в селе Николаево Нагорского района в пожаре в жилом доме погиб 37-летний мужчина. Следователи выяснили, что причастна к происшествию может быть его 32-летняя знакомая. Вечером парочка была в гостях у односельчан, все вместе выпивали. А когда вернулись домой, мужчина и женщина поссорились. Подозреваемая дождалась, когда хозяин дома уснет, после чего облила бензином вещи в комнате и подожгла. Затем с места происшествия скрылась. Соседи, увидев возгорание, вызвали пожарных, однако спасти мужчину не удалось. Он погиб в огне. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Женщина задержана. В Кирово-Чепецке сгорел бытовой вагон. Бытовка на улице Вокзальной вспыхнула ночью в понедельник 28 января. Мужчина, который в момент пожара находился в помещении, получил ожоги и был госпитализирован. По сообщениям очевидцев, пожар удалось потушить примерно за 40 минут. В МЧС предполагают, что возгорание случилось из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Общий ущерб составил около 20 тысяч рублей. На троих фигурантов дела электронного проездного, директора Анатолия Ганьбу, бывшего директора ЦДС Александра Рыболовлева и депутата Дмитрия Никулина возбудили новые уголовные дела по факту хищения у организации 20 миллионов рублей. Так, в 2013 году Никулин, который на тот момент был директором ЦДС, и Рыболовлев заключили фиктивный договор на создание сайта компании по завышенной цене и похитили 98 тысяч рублей. Также Рыболовлев и Никулин заключили фиктивные договоры на покупку навигаторов, присвоив более 7 миллионов. Два года назад все трое, зная, что разработана программа, позволяющая оплачивать проезд в общественном транспорте банковскими картами, а электронному проездному нужны права на программу, похитили деньги компании, заключив фиктивный договор на право использования программы по завышенной стоимости, и похитили около 6 миллионов 800 тысяч рублей. Сейчас Анатолий Ганьба и Александр Рыболовлев находятся под арестом. Вероятные организаторы преступной схемы депутат Дмитрий Никулин объявлен в розыск. Полиция разыскивает пропавшего без вести 35-летнего Александра Каширских из поселка Даровской. В октябре прошлого года мужчина ушел из дома. До сих пор его местонахождение неизвестно. Был одет в рабочую куртку от спецодежды. Если вам известны обстоятельства исчезновения, а также где может находиться Каширских, сообщите по телефону на экране. Алина Котрихова, Место происшествия.